Доброе утро! С вами Дима Краснов. В этом выпуске мы познакомимся с неандертальцем, сфортируем идеальный двор и узнаем новости со всего мира. Как и обычно, с них и начнем. Доброе утро! В студии с новосями для вас Иван Шугнов. Позади длинные майские выходные. Признавайтесь, кто провел их на огороде? Вот и молодцы! Тем самым вы на 23% снизили риск депрессии, уменьшили тревожность и избавили себя от стресса. Так утверждают английские ученые. И наверняка вашим родителям очень понравятся их выводы. Впрочем, продолжают ученые, излишнее увлечение огородом имеет обратный эффект. Во всем надо знать меру. Так и скажите родителям, когда вам в очередной раз будут вручать лопату и грабли. Хотите завести козу? Тогда вам надо на Сицилию. На одном из местных островов настоящая экологическая катастрофа. Пару лет назад один добрый фермер отпустил на волю своих рогатых питомцев. За несколько лет свободные козы расплодились так, что их на острове стало в 6 раз больше, чем людей. Местные власти, готовые раздавать животным бесплатно и в любом количестве, главное условие – поймать и вывезти животных. Вы должны сами. В школе нельзя кричать, дома нельзя кричать и на улице тоже нельзя. А где же можно, если очень хочется? Оказывается, в Англии. Там есть отель, предлагающий своим клиентам как следует прокричаться. В большой парковой зоне при нем разрешены специальные таблички для посетителей. Наберите побольше воздуха в легкие, посмотрите на небо и кричите. Главное не забыть при этом заткнуть уши. Желающие прокричаться встают в очереди. Важная новость. Ученые официально признали, что у большинства живых существ на планете есть сознание. А это значит, что не только человек умеет думать, переживать и вести личную жизнь. И если раньше разумными признавались только некоторые виды животных, то теперь считается, что сознание есть даже у моллюсков и насекомых. Странно, что ученым понадобилось столько лет, чтобы понять это. Наверное, у них просто не было своих домашних питомцев. В китайском городе Вейфане прошел ежегодный фестиваль воздушных змеев. Фигуры разных цветов, размеров и форм заполонили небо настолько, что желающим понять своего змея в воздух приходилось ждать очереди. Огромный дракон в два футбольных поля, свечащиеся хороводы в небесах, летающие многоножки. Все это вдохновляет сделать своего собственного змея, правда? Предлагаю этим и заняться на выходных. Тем более, что погода вполне подходящая. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего настроения и отличных новостей! И снова мы отправляемся на необычный урок. Пятиклассникам предложили подумать над тем, как поменять наш город. Что из этого получилось, смотрите в сюжете Настя Камайовой. С каждым годом наш город становится уютнее и комфортнее. Но кто же его таким делает? Сегодня это будет наш класс. Началось все с выставки работ студентов Ульянского колледжа культуры и искусств в Оксаковке. На ней были не только картины, но и планы парков, набережных и улиц. Оказалось, что придумывать, каким будет наш город, могут не только взрослые, но даже и студенты, и школьники. Ну, побольше велопарков, там где на велосипеде можно кататься на самокатах. Ну, таких вот на скетбордах, на роликах, вот это вот все. Ну, чтобы был один такой открытый спортивный комплекс, чтобы там было и, например, и баскетбольное поле, и футбольное, и тренажеры, и трибуны. Ну, чтобы можно там было лавочки, чтобы переодеваться, можно было там. Чтобы было все радужно. Чтобы было все цветло. Чтобы было радостно детям играть. Чтобы воплотить все эти мечты в реальность, нужно стать архитектором и ландшафтным дизайнером. Но с чего же начать? Именно об этом был наш урок, который привели для нас студенты-дизайнеры. Для начала ищется место, которое можно улучшить. И тогда дизайнеры ландшафта уже додумывают, чтобы это было интересно людям, в первую очередь. Красиво и удобно. На час мы все погрузились в работу. Задание – придумать детскую площадку в африканском стиле. Изучить территорию, составить ее план. Придумать, что на ней нужно разместить и сделать так, чтобы все было красиво и комфортно. Это только кажется, что это легко. Для начала тебе нужно научиться рисовать. Ведь дизайнеру нужно уметь выстраивать предметы в пространстве. Уметь их грамотно располагать. Поэтому нужно знать основы рисования в художественной школе. А в дальнейшем уже ты можешь начать изучать профессиональные программы. Благодаря технологиям и интернету это может позволить тебе любой человек. Становиться архитектором или дизайнером после школы уже поздно. Начинать учиться, проектировать и рисовать нужно уже сейчас. Оказалось, это очень интересно. После року проектирования многие в нашем классе захотели стать дизайнерами. У вас очень здорово получилось. Даже неожиданно для ребят таких неподготовленных. Но очень много интересных мыслей возникло. Ребята последние очень долго обсуждали свою горку активно. Это говорит о том, что их эта тема задела. Их эта тема интересует очень живо. И поэтому они так откликаются. Всегда интересно знакомиться с новыми профессиями. Особенно, если они такие творческие и полезные. В общем, если вы хотите сделать мир вокруг лучше и красивее, входите на выставку в Оксаковке. Там вас научат. Если вы были в Краевеческом музее, вы, наверное, помните зал с песочницей, в которой различные раскопки окаменелости и скелет огромного пещерного медведя. В прошлом году этот зал реконструировался. А в этом году, 15 мая, он выходит обновленным. С новостями из Древнего мира, Марина Никифорова. Ровно через неделю в Краевеческом музее открывается новая экспозиция «Древний мир». Идут последние приготовления, и мы пришли узнать, что же здесь будет нового. Вот эта стена, она непростая. Это самая первая стена. Ну, по нашему плану экспозицию, это надо смотреть именно с нее. Тут мы можем увидеть изображение трех людей. И это три главных героя нашей экспозиции. Палеонтолог – это специалист по изучению ископаемых животных. Геолог – это человек, который изучает состав горных пород и минералов. А археолог – это вообще историк, который изучает культуру древних людей. И эти персонажи, они по всей экспозиции будут появляться здесь, то там, то сям, и какие-то штуки рассказывать. Мы вообще вот эту всю историю начали раскручивать. Оказалось, что у нас самая северная точка же, где вообще неандертальцы находили в мире. То есть у нас в нашей кости, вот которой экспозиция будет показана, нет ни одного доказательства, что где-то с северней территории еще кто-то находил. Это будет одна из таких вот фишечек, которые мы будем постоянно подчеркивать. Сейчас я вам покажу одну штуку. Так, этот человек выглядит таким большим и мощным, но вот если я встану рядом с ним, он оказывается не таким уж и большим, даже примерно ростом с меня. Правда, вот вы помириться с ним ростом не сможете, потому что здесь будут находиться другие экспонаты. У нас будет стоять скелет пещерного медведя, который был в старой экспозиции, знаменитый, который многим запоминается. Тут будут кости, мамонтов, шертистых, носорогов. Здесь у нас будет место, где есть участок с дополненной реальностью. Но если вы хотите углубиться в тему, узнать, что было раньше даже динозавров, что у нас в Ульяновской области бывает с полезных эскапами, то придется заглядывать в ящики. На каждом из них появится табличка, на которой будет написано «Период» и сколько миллионов или тысяч лет назад это образовывалось. Это модель геологического разреза Ульяновской области поперек реки Бога. Каждое окошечко будет соответствовать определенным периодам. И вот в каждом из таких окошечек здесь расположены будут модели, где изображены временные промежутки тех или иных времен, которые соответствуют этим луминам. Здесь мы с вами можем увидеть, помимо зубов, хорошо заметных, треугольных, тоже будет спрогнать глаза. И в центре два отверстия этого воздуха. И как раз-таки этот череп будет, например, чуть выше, и будет лежать так, чтобы его можно было рассмотреть. Помимо черепов, костей, здесь было практное монетам, здесь будут расположены иллюстрации определенные. Мы выбрали самое-самое и хотим показывать посетителям то, чем Ульяновская область может прям гордиться. Ну что, интересно? Чтобы увидеть все это вживую, встречаемся в Креевическом музее через неделю. После таких серьезных новостей хочется чего-то веселого. Рубрика «Мема» в нашей программе. Субтитры подогнал «Симон» Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас ждет киноафиша. Но я с вами прощаюсь и желаю только хорошего настроения. Всем пока! Добрый день, дорогие зрители! Такие теплые деньки идут, что хочется целыми днями гулять и веселиться. Но учеба этому помеха. Впрочем, отдыхать все равно нужно, если не на улице, то хотя бы в кино. 16 мая встречайте комедию «Семь дней, семь ночей». Когда в семье Гуреевых все идет наперекосяк, восьмилетняя дочка Настя решает проблему по-своему. На подаренные деньги она покупает путешествия в Армению, где гостеприимство местных жителей и необычайно колоритная атмосфера все расставляет на свои места. Причем делает это очень смешно и необычно. Как именно, увидим в кино. В тот же день, 16 мая, нас ждет еще одна премьера – мультфильм «Кунг-фу-тигр». 11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора. Однажды он встречает своего кумира, пропавшего много лет назад легендарного стража. Теперь им предстоит помочь друг другу и отправиться вместе в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений. «Огненный лис» – фильм, на который стоит отправиться всей семьей. Ветер родился самым слабым левчонком в семье, но по воле случая именно он выжил при нападении медведя. Не просто было одному, но когда все вроде только стало налаживаться, старый враг снова дал о себе знать. Чтобы спасти свою любимую жену и детей, ветру предстоит победить не только свой давний страх, но и самого грозного хищника Камчатки. Смотрите с 18 мая. Приключенческий фильм «Майор Гром. Игра» выйдет на большие экраны 23 мая. Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу. Неимоверная сила и неподкупность – все это делает майора самым настоящим супергероем. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой – жизни обычных людей. Чем это закончится? Узнаем в кинотеатрах. Еще один увлекательный мультфильм под названием «Большое путешествие 3 вокруг света» ждет нас 25 мая. После двух предыдущих больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии, но его мечте не суждено сбыться. Непутевый айс снова приносит не того ребенка. Спасать положение предстоит Мик-Мику, как, впрочем, и в предыдущих случаях. Правда, на этот раз все будет не так уж и просто. Вот сколько всего интересного нас ждет в этом месяце. Ни в коем случае нельзя пропускать. Зовите друзей и вперед к открытиям. До новых встреч! Позади длинные мазьки-выходные. Признавайтесь, кто провел их на огороде? Так, и снова мы с вами. И снова мы с вами и отправляемся на необычный урок. Начинается. Опять эти свастия. Идут последние приготовления, и мы пришли узнать, что... С каждым годом наш город становится все лучше и лучше. Но кто же им, блин, ему? Не, ну вот я вот сейчас вот не увижу слова и все. Сицилию, 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 Сицилию. Сицилию, Сицилию. Хотите завести козу, тогда вам надо на Сицилию. Хотите завести козу, тогда вам надо на Сицилию. В этом году зал открывается, а в прошлом году он реконструировался. Пытался выкрутиться как-нибудь. Я поняла. Здесь, что это за голова-то? Да, тут на самом деле не одна голова, здесь две. Одна голова, хорошо, да? Нет, 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 нет. Да. Пару лет назад один добрый фермы отпустил своих рогатых козов. Все, 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 собрались, работали. Все, вдох, выдох. Ладно, что, вспомнили грустный момент. Это такой вот рай. Пуку. Пуку.